Птицу шумку разный, от святого нога, они просто на персоидовый вид, то есть такие теплые головы, это больные места. Субтитры делал DimaTorzok Уважаемые телезрители, как вы уже знаете, по Буйскому избирательному округу номер 30 кандидатами в депутаты Законодательной палаты Государственного собрания Республики Башкортостан зарегистрированы. Горданов Ревхат Тимирбаевич, 1936 года рождения, министр народного образования Республики Башкортостан, проживающий в городе Уфе. Валиуллин Митхат Мансурович, 1952 года рождения, заведующий сектором по вопросам законности и правопорядка секретариата Верховного Совета Республики Башкортостан, проживающий в городе Уфе. Уважаемые телезрители, сегодня вашему вниманию предлагаем беседу с Гордановым Ревхатом Тимирбаевичем. Послушайте его краткую биографию. Горданов Ревхат Тимирбаевич родился в 1936 году в деревне Ново-Ельдяково Бураевского района, Башкир. Образование высшее, кандидат педагогических наук. Трудовую деятельность начал в 1960 году в Бирском государственном педагогическом институте. В 1961-64 годах работал директором школы в Бакалинском районе. В 1964-65 годах заведующим отделом народного образования и до 1967 года заместителем председателя исполкома Бакалинского райсовета народных депутатов. С 1967 по 1988 год был на партийной работе заведующий орготделом Бакалинского райкома КПСС после окончания Свердловской высшей партийной школы инструктором Башкирского обкома КПСС. С 1976 года первый секретарь Благоварского райкома КПСС. В 1988 году назначен министром народного образования Республики Башутастан. Горданов Рифхат Тимирбаевич избирался депутатом Верховного Совета БССР трех созывов, награжден четырьмя медалями, женат в семье, сын и дочь. Рифхат Тимирбаевич, расскажите, пожалуйста, на чем основывается Ваша предвыборная платформа? Предвыборная платформа я, наверное, по всем отраслям, наверное, не скажу, каких именно в области государственного строительства, экономического развития или политики. Я уж не остановлюсь, я, наверное, скорее всего скажу только, каких же взглядов я придерживаюсь в области социальной. Это самое больное место сегодня в нашей жизни. Поэтому здесь я сказал бы так, что в области социальной политики это защита интересов наименее обеспеченных семей. Я сюда и не только семей, наверное, и отраслей. Сюда я отношу в первую очередь это работников сельского хозяйства все-таки. Потому что это основа снов. Дело в том, что богатого города никогда не будет с бедной деревней. А вот когда деревня будет богатой, и город будет богатый. Мы вот это забываем порой и считаем, что сельскому хозяйству можно и меньше всех отделить, и бюджетный пирог, и зарплату у него сами можно вроде сделать и так далее. Но это совершенно неправильная политика. Поэтому сегодня, во-первых, и зарплаты у него нет, и он еще и зарплату по 5-6 месяцев не может получить. И она сегодня самый трудный участок и самая, я бы сказал, обиженная категория людей. Это во-первых. Во-вторых, нам надо защитить работников бюджетной сферы. Это я имею в виду работников образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, других отделов. Потому что у них, они ведь смотрят, у них одна зарплата. У них больше подсобных каких-нибудь доходов нет. Вот возьмите того же учителя. Ну что же зарплата? У него ставка, я имею в виду ставку, чистую ставку, от первого по десятый разряд примерно получается от 60 до 75 тысяч рублей заработной платы. Или 11 разряд, это считает, основная масса наших учителей, это сидят в 11, это средний разряд. Это 101 тысяч рублей заработной платы. Работники культуры меньше даже этого. Но работники здравоохранения на несколько копеек больше. Вот такая обстановка. И третья категория, я бы сказал, вот этих инвалидов, участников войны, пенсионеров, многодетных семей. Мне, эти люди уже прожили, они все, что у них было, они отдали своей стране, своему народу. Мы сейчас их, ну, я бы сказал, мягко говоря, обижаем вдвойне. Во-первых, мы обижаем их материально, потому что уровень пенсии и так далее очень низкий. Это даже не обеспечивает прожиточный минимум. Это они нищие фактически получается. Вот. И во-вторых, мы их обижаем и морально. Дело в том, что мы считаем, что они вот уже и центральная печать, и телевидение, радио. Все говорим, что вроде это поколение зря они прожили, зря воевали, зря строили. Зря октябрьскую революцию вроде сделали. И уже договариваются до того, что зря и войну выиграли, отечественную. Это убийственно для них. И четвертая категория людей – это дети. От всех этих катаклизмов, которые у нас сегодня происходят в нашем обществе, от этого, я бы сказал, эксперимента над обществом, который происходит сегодня у нас в России, больше всего страдают дети. Массовая преступность, массовая бега от родителей, беспризорность, вокзалы переполнены, подвалы, чердаки переполнены детьми. Кандидат ли в депутаты или депутаты, именно обратить внимание на это надо. Особое внимание на детей. Вот я бы так ответил. Рефат Тимироваевич, спасибо. Значит, вы думаете, будучи депутатом законодательной палаты Государственной Собрания Республики Башистана, вот эти проблемы вам будет решаться легче? Ну, я в этих вопросах специалист все-таки, поэтому я очень заинтересован в этом. Я все это вижу каждодневно, каждочасно. Поэтому, во всяком случае, сила напора в решении этих вопросов с моей стороны, наверное, будет большим, чем со стороны кого-либо. Министерством народного образования Республики Башистан была принята программа развития народного образования на 93-е и на 98-е годы. Вот за два года что сделано и о перспективах не сказали? Ну, во-первых, итоги какие вот за последнее время? Школа, во-первых, выжила. Это все считали, что школа не выживает, что при таком обществе будет очень трудно. Школа выжила, она не только выжила, она и развивается. Как наше учительство, это оно как фанатики. Вроде и тяжелую жизнь, и зарплаты нету, а в то же время вот школы, где проводятся эксперименты, учителей-экспериментаторов, становится с каждым годом все больше и больше, больше и больше. Как фанатики работают. Далее, у нас сейчас все-таки появилось, во-вторых, вариативность образования, выбор в образовании. Чем это вот я могу показать? Во-первых, у нас сейчас множество учебных планов. Раньше ведь от Хабаровска до Кишинева был один учебный план, мы никуда не уходили. Единый был. А сейчас у нас на сегодняшний день существующих учебных планов 97. 98 вариант школа сама может составлять. Поэтому это, во-первых, вот вариативность показывает. Далее, по каждому предмету у нас сейчас есть учебники, и два учебника, и три учебника, и несколько учебников. Это уже тоже говорит о том, что мы можем по выбору работать. У нас появилось множество новых типов, видов учебных заведений. Это и гимназии, и лицеи, и частные школы, вот 8 штук у нас появились. Вот, воскресные, субботние школы, или углубленное изучение предметов, у нас более тысячи школ уже занимаются этим. Появились школы коррекционные, то есть школы для умственно отсталых детей, и школы для одаренных детей. То есть множество различных видов учебных заведений. Отсюда выбор большой для ребенка и для учителя. Вот эти вопросы я бы показал. Ну, есть изменения, правда, и подготовки кадров. Сейчас, во-первых, мы увеличиваем подготовку. Вы вначале сказали о том, что вас беспокоит. Вот, я, наверное, и со мной согласятся многие телезрители. Нас в настоящий момент беспокоят в вузах, также необязательно среднего образования. Нас беспокоит детская преступность. И вас беспокоит это, меня, пожалуй, даже больше беспокоит все это. Действительно, куда бы ни приехал, с кем бы ни встречался, эти вопросы все родители. Именно возьмем, наверное, платное образование. Дело в том, что платное образование сейчас даже не только в вузах, техникумах. В некоторых и средних учебных заведениях тоже берут. Но это берут в наших обычных школах тогда, когда уже родители, я сказал, богатые родители, начинают требовать там вот и новые предметы преподавать, сверхучебных программ, учебного плана, новые кружки, новые секции. Там и высокие, так сказать, на уровне услуги они должны быть. А неплатные услуги есть во всем мире, никуда не денешься. А рынок, он ведь для народного образования тоже рынок. Но в данном случае, вот, надо только... Не дай бог, что вот, что касается учебных планов, государственных учебных программ это должно быть полностью бесплатно. Тут никаких отступлений не должно быть. Далее, а что касается вузов, техникумов, там дело так поставлено. Ну, во-первых, был указ президента России о том, что разрешается иметь же. Тут никакой платы не может быть. А вот сверх 500 они могут принимать. Ну, несколько групп, три или четыре, пять или групп. Могут принимать, если позволяет состав преподавателей, нагрузка преподавателей, площади. Если это составить на платное отделение. Ну, я, в принципе, мое отношение такое. Вообще, что они этих детей толкают своих. Учится он или не учится. Он опять же идет к нам, учителям. А потом он начинает уже воспитывать себя подобных. Здесь подобные творят подобные. Вот. Поэтому я, например, не одобрял бы этот указ российского президента. Но, тем не менее, это сейчас дело. Ну, в отношении здоровья детей уже я говорил, по-моему. Вот, поэтому и со здоровьем. Ну, здесь нам... И мы тоже вообще новую школу строим. Но там они не рассчитаны абсолютно. Кубатуру там меньше, что от чего положено. Квадратный метр на одного положенного. Или освещение хуже положенного. Или вот по учебному плану у нас есть физкультура. Ну, где видно, чтобы два часа физкультура была в неделю в школах. Это во всем мире минимум четыре часа. А в основном шесть часов. То есть каждый день... Ну, во-первых, да, мы... В этом отношении Россия решила этот вопрос. Во-первых, смотрите, с чего начали. Образование преобразовывает Министерство образования. Слово народный выбрасывается. Раз. Далее принимается Конституция. И там обязательным образованием пишется девять классов. Девять классов. А в десятые классы там же пишется конкурсный приём. Всё. Мы убили детей. От достигнутого при советской власти десять классов обязательного образования мы сделаем огромный шаг назад. Что такое девять классов образования? Это ограничит безграмотностью. Вот что такое девять классов образования. И последний вопрос, Рихард Тимир Павлович. Вот недавно в газете Башкортостане прочитала письмо одного из читателей. Да и на телевидении один из кандидатов в депутаты как бы даже бросил клич пустите юристов в законодательную палату. Как Вы считаете, обязательно ли депутату законодательной палаты юридическое образование? Безусловно, определённое количество юристов в законодательной палате должно быть. Но это не говорит о том, что все юристы должны быть. Все юристами должны быть. Там будут хорошие специалисты по каждой отрасли. Именно не вчерашние выпускники, а именно с жизненным опытом люди уже отрасли. Это такой орган, где предпочитают всех отраслей. Спасибо Вам большое за беседу, Рихард Тимир Павлович. Мы Вам, все от имени телезрителей, желаем успехов. Спасибо. Кабер Шаринович, у механизаторов хозяйств села сейчас неспокойная пора. Они готовятся к весеннеполевым работам. Вот что Вы можете сказать о готовности победенцев к весне? В основном, в дружине Кахожа Победа организованно ведут подготовку к весеннеполевым работам. На СЕВ 95-го года полностью подготовлены замена. Они отвечают требованиям 1-го, 2-го класса. Сейчас идёт полным ходом, можно сказать, ремонт сельхозмашин. Завершенный оборон, ремонт культиваторов и отремонт сошлики с подчим сиялком. На весеннеполевых работах у нас будут участвовать 6 агрегатов. 6 агрегатов на культивации, 6 агрегатов будут участвовать на посеве зерневых. Также будут подготовлены 2 пропорчных агрегата. На посев селосную культуру и корнеполадов. Конечно, сейчас к этим машинам кадры подобраны. В настоящее время занимаемся ремонтом тракторов и заканчиваем уже ремонт сияла, как уже говорят. Но сразу соседи было создано слино по ремонту барон, культиваторов. Вот по завершению ремонта барон и культиваторов они приступили уже к ремонту сияла. Добросовестно трудились механизаторы на ремонте. Ахмадуллим Байдуллах, Сергей, Токар Малаяна Вовка. Подключился к этой работе сейчас. Харитин Хаким с сиялочным агрегатом. Сошники отремонтировал. Харитинов, Раис, Абсоликов, Салим, Баширов. Баширов. Конечно, качество ремонта принимается, можно сказать, дешевле. Те агрегаты культиваторов, которые уже отремонтированы, уже сразу прошли регулировку. И сиялки тоже на месте принимаем и регулируются. Надеемся, что весеннеполевые работы по ветеринце проведут организованно. Настроения у тружеников пока, можно сказать, оптимистически настроены. Хотя запчастями туго, реставрацией, выходим с положения. В настоящее время, как сказал, загоним все тракторы на ремонт. Наслежим эти входы. И к 20 марта тракторный парк и автомобильный парк. Проведем, организованно. Добрый вечер, уважаемые гости, члены жюри. Добрый вечер, янаул района Халатталам-2-гилар, нам совершаем ваш лайвы. Бытым день было две ксенюны, гиль-ли-ли-логанабахшланган, Халатталам-халанан, жену фестивалю от лайв. Вас приветствую, участники художественной самодельности Янаульского района. 28 января в городе Нефтекамске состоялся зональный конкурс Республиканского фестиваля народного творчества «Весна Победы», посвященного 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом концерта с приветственной речью выступил глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов. Праздник 50-летия Победы над фашистской Германией. Во всей стране проходит «Весна Победы» конкурс-фестиваль, посвященный этому знаменательному событию в нашей стране. Как и везде, и в нашем районе буквально недавно завершился второй тур данного фестиваля. Более 5000 исполнителей, трудовых коллективов, 25 колхозов и совхозов района, более 50 предприятий города показали свое творческое мастерство на этом фестивале. Более двух часов длился концерт участников художественной самодеятельности города и района. Более 350 человек от мала до велика продемонстрировали на сцене Дворца культуры «Энергетик» свой талант и мастерство. Дворца культуры «Энергетик» Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. За то дело правое, враг будет рождись, победа будет за нами! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok В Невтикамске шли зональные заключительные концерты по северо-западному региону нашей республики. По оценке комбинентного жюри во главе с заместителем министра культуры республики Башхатистан Светлана Аркадьевна Анисимовой, многожанровая программа янаульских артистов была самой лучшей. Были отмечены массовость, мастерство, сценическая культура коллективов и участников. Из 26 концертных номеров 17 были отмечены дипломами фестиваля. ПЕСНЯ Дипломантами республиканского фестиваля «Весна Победы» стали партнерный коллектив дома техники нефтяников «Чулпан», руководитель Нурья Бахтеева, выступление которого вы уже видели на экране своих телевизоров. Детский хор «Школа искусств», художественный руководитель Альфия Насретинова. ПЕСНЯ 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 Дипломом был отмечен женский вокальный ансамбль «Дома техник нефтяников», художественный руководитель Римма Муфазалова. ПЕСНЯ 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 Фольклорный коллектив колхоза «Дружба», художественный руководитель Вениамин Салим Гореев. ПЕСНЯ Танцевальный коллектив колхоза имени Куйбышева, художественный руководитель Марат Саляхов. Сводный ансамбль таллинистов ветеранов района Филисс Абзалов и Алина Хакимова Субтитры создавал DimaTorzok Сам лучшим на сцене был хор ветеранов войны и труда районного 20 культуры Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Венера Протасени Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дипломом фестиваля был отмечен Оркестр народных инструментов школы искусств Художественный руководитель Мавлис Шакиров Солист Александр Шабарчин Также дипломами были отмечены выступления солистов Субтитры создавал DimaTorzok Маргарита Зариповой Наиля Шеймарданова Риммой Сафиной Ирика Шафикова Уважаемые телезрители, по многочисленным заявкам мы повторяем передачу зонального конкурса «Весна Победы», прошедшего в городе Нефтекамске Вы сейчас смотрите выступление дипломантов конкурса танцевального ансамбля Дома техники нефтяников «ЗИФА» руководитель Рейля Герасимова Гульсум Ивановый Мы от всей души поздравляем с успешным выступлением наших янаульских артистов, особенно для наших янаульских артистов. Ветеранов войны и труда пожелаем им здоровья, счастья и мирного неба над головой. Так держать. Уважаемые телезрители, на этом наши передачи о конкурсе.